Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну, сегодня тема достаточно важная для многих. Многие из вас, ну, естественно, смотрите вот эти мои передачи, потому что на вас нападают колдуны. То есть вы испытываете, вы люди чувствительные, испытываете, понимаете, что что-то есть. Кто-то на вас колдун, кто-то вас ненавидит. В принципе, и у обычных людей есть множество недоброжелателей, которые желают вам зла, которые завидуют вам, которые не любят, ненавидят. Соседи, родственники, какие-нибудь случайные люди. Почему-то потому, что вы там слишком толстый или слишком худой, слишком веселый или слишком мрачный. Причин много. Мир наш токсичен. Кроме этих людей существует еще огромное количество сущностей, которые тоже пытаются откусить от вашей удачи, от вашего здоровья, сделать вашу жизнь не очень комфортной. Ну так, друзья мои, вот самое важное, наверное, вот это вот научиться, научиться противостоять вот этому злу. Как это противостояние злу насилием. Нет, друзья мои, мы против насилия, но за справедливую оборону. Ну так, друзья мои, значит, многие из вас уже знают способы, когда можно возвращать. Вот на вас наколдовали, вы возвращаете. Есть разные способы обратки. Там с помощью каких-то ритуалов, с помощью специальных слов, с помощью медитации, визуализации. Способы возврата. Очищение себя, снятие какого-то негатива. Это замечательно. Замечательно. Но подчас вы сняли одно, приходит другое. Еще сняли, еще приходит. И вот этот получается некий такой настольный теннис. Мяч что на одной стороне, то на другой. И, естественно, это очень утомляет. Вместо того, чтобы тратить свою жизненную силу, свое время жизненное на то, чтобы идти вперед, развиваться, идти к своим намерениям, своим целям, вы играете вот в этот такой некрасивый, неприятный теннис. Туда-сюда. Туда-сюда, обратно. И никому, в общем-то, как это загадка была, туда-сюда, обратно тебе и мне приятно. Да, настольный теннис. Ответ настольный теннис. Но вот этот теннис с колдунами, конечно, он неприятен всем. И поэтому, друзья мои, конечно, в идеале, в идеале нужно достичь такого, чтобы вот то зло, это все равно энергия, чужие злые пожелания, проклятие, колдовство, чтобы то зло стало не той грязью, которую вы все время вынуждены себя чистить, а целыми днями некоторые занимаются этими чистками и чистят, и чистят, и чистят, и чистят. Уже дыру протерли на себе, а результат, ну, мягко говоря, не удовлетворяющий вас. Как превратить вот эту злую грязь в высокооктановый бензин? От чего вы не шарахаетесь, не выбрасываете из своих жизней, не начинаете, потому что люди начинают бояться, когда на них колдуют, смотрят родственники колдует, перестают общаться с родственниками, смотрят друзья, там, предают, что-то желают, перестают всех, от всех друзей избавляются, соседи. Уже в конце концов люди замыкаются, сидят у себя дома и боятся даже там в магазин пойти, потому что обязательно судьба предоставит в этот даже невинный поход за хлебушком, предоставит каких-то злодеев, которые что-то сделают, что-то навесят. Вы капсулируетесь, а эти пользуются сущности. Вы как бы сами себя закрываете, делаете такие консервы, тушенку, тушенку для колдунов и сущностей из себя, закрываясь от этого мира. В общем-то их цель достигнута, они лишили вас счастья, лишили вас развития в этой жизни. Нужно понимать, что просто так не бывает. Если на вас колдуют, это означает, что вы, в общем-то, этого заслужили. Что Вселенная предоставляет вам для чего-то, чтобы вас наказать, или чтобы пробудить ваши силы, или чтобы наказать этих колдунов, если вы будете сильнее и вы сможете своими действиями, ну, во всяком случае, как-то образумить или урезонить их. Много, много вещей, но просто так не бывает. Если на вас колдуют, значит, вы это заслужили. Принятие этого – это первый фактор. Сказать «да». Не говорить себе «за что», «почему», «я такой хороший», «такая хорошая», «за что же мне, может быть, в прошлых жизнях» – значит, заслужили. Это принятие позволяет вам уже остановиться и решать для себя. Да, вы уже из этой позиции можете уже легче, спокойно, без эмоций возвращать. Если в вашу жизнь приходит колдовство и грязь, вы ее возвращаете. Вы не раздражаетесь, не включаете вот это вот «за что», «почему». Не включаете разум, просто работайте с этой энергией. Учитесь работать с черной энергией. Это некий первый этап. Многие из вас до него доходят. Да, вот возврат, обратка. Вы это понимаете. Но часто делаете это эмоционально, опять же, ненавидя своих противников. Еще больше выбрасывая этой энергии, чем тоже питаются сущности и, опять же, провоцирует эти ситуации. Любая магическая работа тем эффективнее, чем больше вы находитесь в состоянии нуля. То есть вы не должны любить этих людей. Но вы не должны их и ненавидеть. Вы должны понимать это. Если вы их ненавидите, вы очень быстро теряете силы, а эти вот одного даже убьете, другие придут. Их будет там, ушел один, пришло трое. И будет это очень-очень нелегко. Поэтому, друзья мои, первое достижение вот этого, того, чтобы то колдовство, то черную грязь, вы могли перерабатывать и использовать для своего развития, чтобы это было топливом для вашего движения, чтобы, ну, в чем-то, от сколько в этом мире грязи, да, представляете себе, вы просто станете богатеем, энергетическим богатеем, у вас будет все. Любое ваше желание начнет выполняться, если вы достигнете такого уровня. Ну, для этого нужно пройти несколько этапов. Первый этап, первый этап, это принятие своей судьбы. Сказать, да, если со мной происходит это, я это заслужил. То есть вы должны признать, не просто формально, хотя для начала формально, а потом уже и эмоционально. Второе, это перестать действительно реагировать, перестать эмоционировать, перестать ненавидеть этих людей, сущностей, перестать их бояться. Не так легко. Для этого надо отслеживать свои эмоции. В тот момент, когда происходит нападение, не пытаться быстро там себя все стряхнуть, паниковать, спасить и помогите. А созерцать этот процесс, понимать откуда, что, вот эти нити начинают чувствовать. Уже потяжелее, но это магитативные практики. Если вы будете ежедневно с этим заниматься, вы быстро достигнете этого этапа. И третий этап, это вопрос переработки, переработки этой черной энергии. Чтобы это была не грязь, от которой вы избавляете, а это было золото, которое дает вам действительно ощущение подъема и сил, не истощает вас, а наоборот. И в чем-то, знаете, если вы читали труды Карлса Кастанеды, помните вот такие практики с мелкими тиранами. И на удивление, вот есть там такие фразы, что человек знания, в конце концов, не как обычный человек старается шарахаться от невозможных людей, от колдунов, а наоборот ищет их, да, вот интуитивно, когда вы научитесь перерабатывать негативную энергию, вы начнете искать вот этих зловещих людей, этих скандалистов, этих там, какие-то мрачные рожи, этих колдунов, да, вы будете их примечать и цеплять их, цеплять их за себя, да, они как бы ловятся на приманку, думая, ого, это легкая добыча, или они начинают вас ненавидеть и начинают на вас колдовать, а это для вас как бы как солнце небесное, на вас проливается вот этот вот поток благополучия, поток энергии, эта нефть превращается действительно в бензин, который повезет вашу повозку счастья вверх, как неудивительно, этим вы делаете благое дело не только для себя, но и для мира, примораживая этих существ, то есть зацикливаясь на вас, они не могут воздействовать на других, да, то есть вся их энергия уходит, они начинают вас ненавидеть, и вся их сила, они даже не понимают этого, в конце концов, что вот колесико начинает крутиться, и их жизнь, у них уже ни здоровья не остается, ни счастья, ни удачи, ни семьи, да, а вот эта ненависть, быстрее не только уничтожить этого, только вот это, кружится колесо, кружится, и в какой-то момент они уже хотят бы, хотели бы оторваться, они могут, их раскрутят до самого конца, ну, если вы, конечно, не перережете эту ниточку, если вам станет жалко этих граждан, ну, так что же, переработка вот этой черной энергии, направлении ее, здесь, конечно, нет вот такого рецепта, да, вот, нету какого-то заклинания, но вы должны понимать, для начала вы перестаете бояться, и чувствуете, когда приходит волна, вы не суетитесь, а начинаете медитировать, выключаете разум, безэмоционально созерцаете, куда эта волна приходит, да, физически, да, к примеру, у вас там хватает горла, хватает грудь, там ноги запутываются, чернота вас окутывает, паника, какой-то туман, вы начинаете это созерцать, и, в общем-то, ну, все в этом мире делается с помощью намерения, но не намерения разума, а намерения души, но разум должен научиться формулировать это намерение, это очень важно, когда вы формулируете это намерение, вы чувствуете, пришла боль, пришел страх, пришла чужая злая воля, вы созерцаете ее, стараетесь как бы просто созерцать внутри себя, вот эти чувства, в конце концов, надо попробовать научиться управлять, да, поначалу это какая-то аморсная масса или что-то жесткое, вы начинаете ее как бы формировать, пытаться сознанием своим ее, ну, вот как лепить, я бы сказал, такие черные снежки, из этого сделать более концентрированное зло, и намерение, да, перестать вот не бояться, не шарахаться быстрее от себя, да, вот как бы вот боль, вырвать эту вот иглу, которую вы откнули там, откуда бы там ни было, вы вот эту черную грязь себя соскрести, этот яд убрать, да, вот это первое желание, вы принимаете его, ну, для этого надо быть сильным, действительно, для этого надо пройти первые этапы, не сразу, а если вы сразу начнете, то, извините, может, может этот яд сказаться на вашем физическом районе, первые два этапа, помните, и следующая вот эта переработка, самое основное, если вы его освоите, а вы его можете освоить, если вы будете просто хотя бы ежедневно этому уделять внимание, если вы будете вечером делать практику перепросмотра хотя бы предыдущего дня, чтобы вас не пугало, чтобы вы были чисты, чтобы у вас было больше вот этой личной силы, тогда все впереди, если вы медитируете, а не бегаете там с какими-то крестами, или там святой водичкой, или со свечами, думая, что это вам вас защитит, ну, защитит, но ненадолго и навсегда, потому что должна быть личная сила. Итак, грагоценные мои друзья, вот когда вы созерцаете это, вы внутренним намерением именно говорите, ну, для себя можете пока словами говорить, что я хочу, чтобы вот эта энергия, эта боль, эти иглы, этот черный яд, эта злость, эта ненависть, это желание смерти моей переработалось и пошло на мои планы, а для этого у вас должны быть намерения, да, я не знаю, бытовые, физические, стать здоровым, стать успешным, там, стать любимым, то есть, чтобы какие-то люди, обстоятельства, финансы пришли в вашу жизнь, то есть, у вас должны быть, вы не должны кружиться вот в этом, а у вас должны быть намерения, там, я хочу, я хочу, там, машину, я хочу хорошего, там, мужа, хорошую жену, в зависимости от вашего пола, да, я хочу, там, должность, работу интересную, я хочу что-то сделать, что-то создать, чему-то научиться, да, вот, чтобы я свой, там, игру на электрогитаре, не знаю, или что-то, что-нибудь еще, на вот, на ваше намерение, то есть, у вас должны быть намерения, и вот эту черную энергию вы не сразу направляетесь туда, вы смотрите, созерцаете и начинаете ее трансформировать, для начала просто желание, что я хочу, что вот эта энергия, я ее не боюсь, вот, я ее умыться могу, да, я ее могу, этот яд выпить, потому что я уже не боюсь его, мне он наоборот, я вот из него, из этой черноты делаю золотые жемчужины, то, что даст моим намерениям движение вперед, это, друзья мои, тонкое ощущение, когда вы понимаете, принимаете и направляете, направляете уже, переработали, пусть пока это в какой-то степени будет полуфабрикат, да, вы хотя бы желанием своим, все, дошли до этого, и я хочу, чтобы эта энергия пошла на выполнение моих желаний, моих надежд, моих мечтаний, на, я не боюсь, я с благодарностью, я взял это, люди мне подарили, люди кинули в меня, люди воткнули в меня эти кинжалы, но я не боюсь, вы прямо начинаете искренне любить тех, на самом деле, вот почему, там, как говорится, любовь, да, ну вот понимание этой любви, это не значит, что вы вот интуитивно душой думаете, ну что, вот это я уже истратил, да, то есть вам пришел этот негатив, вы его истратили, у вас получилось, один раз, может быть, не совсем, второй раз, чуть больше, третий раз, и вы уже думаете, а где же злодей-то, вы начинаете искать этих колдунов, да, провоцировать их, потому что их, некоторые из них хитрые, их надо спровоцировать, зацепить, чтобы они зацепились, думать, ага, все, он наш, это наша добыча, мы сейчас вот прямо тут его сожрем, да, а потом смотрят, не сжирается, не сжирается, а, как говорится, счетчик тикает, ниточки-то тянутся, вы уже тут фабрику, кухню открываете, получается, вы начинаете из этих людей там тянуть, и вам, в принципе, эта энергия уже не нужна, тогда вы можете ее направлять на другие какие-то, ну, естественно, позитивные планы для своих близких, для животных, да, то есть вы забираете удачу, счастье у тех злодеев, потому что они ее сами вам отдают, не потому что вы ходите и воруете ее, они сами вам отдали, и они продолжают отдавать, и часто не могут остановиться, потому что гордыня не пускает их сказать, блин, мы идиоты, он нас купил там за две копейки, и все, мы купились, и все, мы все, все свое готовы отдать, вплоть до жизни, то есть вроде вплоть до того, что они уже в гробу будут лежать и проклинать там, мы там проклинаем тебя, и это проклятие пойдет на пользу вам и тем, о ком вы заботитесь, не знаю, друзья мои, тонкая тема, но очень важная, я понимаю, что многие из вас бьются с этими колдунами всю жизнь, всю жизнь бьются, и все это вот на одном и том же месте, вверх пришло, вы это смыли, отдали, опять пришло, опять отдали, куда вы никуда, вы убежать не можете, избавились от одних, пришли другие, поэтому поймите, вот это, в общем-то, путь, путь знания, когда вы понимаете, что то, что на вас колдуют, это не проклятие ваше, а это дар, дар этих людей, которые вам дают, думают, что дают вам плохое, на самом деле они приносят в вашу жизнь все то, что вам нужно, топливо для вашего, мечтаний, и ваша задача просто идти по этому пути, но иногда, конечно, заправочку-то нужно найти, сказать, ага, а где же здесь у нас колдуны-то, где здесь эти колдушки-то, где бы их приметить, ой-ой-ой, какой-нибудь это зацепить, и все, они прилипли. Ну, друзья мои, это все теория, это все теория, ну, те из вас, кто, может быть, ну, как сказать, наблюдают за нашими с вами каналами, и некие вспышки, да, вот какие-то люди, которые что-то такое там, вот поймите, вот они зацепились, и оторваться уже не могут, а колесико тикает, кружится, кружится, не смогут оторваться, не смогут, правда-правда. Вот это для вас практически, да, вот я вам рассказал теорию, а практику вы как бы оцените не разумом, а душой, потому что всегда важно практически, мало ли кто вам ничего чешет, да, посмотрите, что происходит, да, как изменяются те люди, которые, ну, как бы, вот эти злодеи, и как улучшается состояние, к примеру, дядюшки мистика, понимаете? Практика, не теория, а практика. Всегда важна практика. А для этого надо работать с собой ежедневно. Перепросмотр вечером, принятие своей, своей судьбы. Не это взывать к небесам, работать своей душой. И переработка, самый третий важный этап, переработка вот этой грязи, вот этой черной нефти, ненависти в высокооктановый бензин. Для вашей чудо-провозки. Все, драгоценные мои друзья, не знаю, попытался объяснить, как мог. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова